Здравствуйте! Призывают родителей приводить ребятишек на осмотр к врачам, какие аномалии в развитии зубов встречаются у современных детей и чем чреваты последствия, если ничего не предпринимать. Спросим у исполняющего обязанности, заведующего детским отделением стоматологической поликлиники Алтайского медуниверситета Юлии Добрыгиной. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте! Ну, прежде всего, скажите, зубные аномалии у детей вообще частое явление? На самом деле, зубочелюстные аномалии отдельных зубов, зубных рядов и прикусов встречаются достаточно широко. По распространенности по разным регионам России эта цифра достигает порядка 75-80% и занимает примерно второе место по распространенности среди стоматологических заболеваний после кариеса. Вот в каком возрасте родителям нужно обращать внимание на эти проблемы и отводить ребятишек к врачам на консультацию? На самом деле, в развитии зубочелюстной системы ребенка присутствуют два основных периода активного роста, тогда, когда нужно обязательно показать ребенка врачу-ортодонту. Первый период – это 6 лет, в этот период начинается смена молочных резцов на постоянные, это первый период активного роста, когда обязательно нужно привести ребенка к ортодонту. Ну и второй период активного роста, он наблюдается с 11 до 12 лет, это второй раз, когда нужно обязательно также показать ребенка к ортодонту. Ребятишек, именно такого возраста вы приглашаете сейчас принять участие в акции, которые проводите? Мы приглашаем детей любого возраста, но, как практика показывает, на самом деле приходят в основном детки от 6 до 10 лет. То есть это как раз период сменного прикуса, период активного роста, тогда, когда вмешательство будет наиболее эффективным. Почему вы решили провести эту акцию и где она проходит? На самом деле, наша акция ежегодная, мы проводим ее уже, наверное, третий год. Она посвящена, прежде всего, Дню защиты детей 1 июня. Проводим мы ее, прежде всего, с целью повышения информированности родителей о данной проблеме, ну и также с целью увеличения доступности и качества оказываемых ортодонтических услуг. Где она проходит? На базе какого учреждения и как попасть к врачу? Эта акция проходит на базе стоматологической поликлиники АГМУ в детском отделении. Мы находимся по адресу Попанинцев, 132. А как попасть? Позвонить? Да, достаточно позвонить в регистратуру и записаться на консультацию к врачу-ортодонту по полису ОМС. По интернет-записи возможно? Интернет-записи нет, у нас нет ее. А вообще участие в этой акции, оно бесплатное? Да, да, участие бесплатное. Консультация оказывается полностью бесплатно в рамках полиса ОМС. Я правильно понимаю, что акция длится весь июнь, раз она приурочена к Дню защиты детей? И сколько-то детей вы уже осмотрели? Да, акция длится весь июнь, до конца июня. За первую неделю акции мы посмотрели порядка 50, там чуть больше детей. И действительно выявлено широкое распространение зубочелюстных аномалий. Ну, порядка 80% имеется. А что это за аномалии, прежде всего? Чаще всего встречаются аномалии отдельных зубов, это то, что родители называют неровные зубы. И также встречаются аномалии прикуса, к которым относятся глубокий прикус, открытый, перекрестный, дистальный, мезиальный, ну, множество патологий. Ну, вот одним словом, можно ли сказать, что современные дети испытывают больше проблем с развитием зубов, чем, ну, предыдущее поколение? Да, я думаю, можно так сказать. Это, конечно, обусловлено множеством факторов. Одним из них это не улучшение, к сожалению, условий у нас внешней среды. Также характерно для современных детей такое понятие, как жевательная ленность, это отказ от употребления жесткой, твердой пищи. Также изобилие на рынке множество сладостей, которые тоже не оказывают полезного воздействия на зубы и на формирование, в принципе, зубочелюстной системы. Ну, и также, я думаю, здесь имеет место быть внедрение в наше время так называемого здорового образа жизни и повышенные требования, в том числе и к эстетике улыбки. Ну, а вот что нужно прежде всего делать, чтобы зубы были красивыми, росли ровно, правильно? Только ли твердая пища здесь нам в помощь? Ну, нет, конечно. Прежде всего, нужно начинать даже уже с периода беременности мамы. То есть там соблюдение всех рекомендаций доктора. Также очень важен первый год жизни ребенка, тогда, когда идет, в принципе, закладка зубочелюстной системы и зубов. Очень важно на этом периоде жизни исключение всевозможных вредных привычек, таких как привычки сосания, неправильное вскармливание и так далее. Ну, и, конечно же, питание здесь тоже очень важный уровень. Ну, а вот в возрасте 6-7 лет, когда идет активная смена зубов, вот что рекомендует ортодонты? В этом возрасте этот возраст хорош тем, что мы можем, устранив причинный фактор, в принципе, нормализовать дальнейшее развитие зубочелюстной системы. Ну, я об этих факторах уже говорила, это исключение вредных привычек, это своевременная санация полости рта, так называемая, то есть своевременный приход ребенка с родителями к детскому стоматологу, своевременное лечение зубов. Это тоже является хорошей базой для формирования в дальнейшем правильной зубочелюстной системы. Ну, вот если аномалии достаточно серьезные, то что может предложить ортодонт? Какие-то специальные устройства? Да, конечно. Основным методом лечения в ортодонте является аппаратурный. Аппараты могут быть как съемными, так и несъемными. И используются они в зависимости от показаний, в зависимости от патологии и также в зависимости от возраста. Ну, вот многие их не любят носить, они доставляют, ну, сами понимаем, да, неудобства какие-то. Ну, вот в пользу этих устройств что-то можно сказать? И вообще, какие стоит приобретать или в пользу чего делать? Выбор там брекетов, не знаю, каких-то скоб специальных? Съемные аппараты или так называемые скобы, они используются в основном в периоде сменного прикуса, когда идет активная смена молочных зубов на постоянные. В этом возрасте эти аппараты еще будут эффективны. В более старшем возрасте, уже после 11 лет, когда сформировались уже все и прорезались все постоянные зубы, тогда, конечно, съемные аппараты уже будут малоэффективными. Тогда нам на помощь приходит уже несъемная техника, это брекет-система. Они достаточно дорогостоящие, вот не всем по карману. Как быть в таких ситуациях? Да, брекеты на самом деле дорогие, дорогое удовольствие, но на сегодняшний день у нас достаточно широко представлена различная аппаратура. Есть и дешевые аналоги, и дорогие. Это уже зависит, конечно, от предпочтений доктора в том числе, но и от возможностей пациента. Если не предпринимать никаких действий, вот оставить все как есть, как растут зубы, так и пусть растут. Какие последствия могут быть? Если это, допустим, патология каких-то отдельных зубов, просто неровные зубы, ну, по большому счету, кроме того, что это будет нарушение эстетики улыбки, мы ничего, никаких последствий больше не увидим. Если же это патология прикуса, когда идет неправильное функционирование зубочелюстной системы, тогда, конечно, это приведет впоследствии и к заболеваниям тканей парадонта, к выпадению отдельных зубов, возможно, к формированию патологии со стороны височно-нижнечелюстного существа, сустава, и тут уже лечение будет, конечно, более сложным, более трудоемким, ну и дорогостоящим, соответственно. И лечение таких пациентов уже идет совершенно другими методами, с удалением отдельных зубов, иногда даже прибегая к оперативному лечению. То есть именно поэтому вы, наверное, и призвали бы сейчас родителей ребятишек. У вас есть такая возможность, что вот вы скажете им, чтобы они привели своих детей на эту акцию? Да, конечно, мы приглашаем прежде всего для того, чтобы отследить, своевременно увидеть имеющуюся патологию, иногда даже просто ее спрофилактировать, потому что известно, что всегда легче предупредить, чем лечить. И даже если есть патология какая-то, то всегда ее эффективней лечить и быстрее, именно в периоде вот сменного прикуса, тогда, когда ребенок еще развивается. Еще раз очень кратко, куда приводить детей? Приводить в детское отделение стоматологической поликлиники АГМУ на Капанинце в 132. Спасибо большое, Юлия, за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания.